Друзья, всем привет! Мы достали нашу ёлочку. Прежде чем начать наматывать гирлянду, мне предстоит с неё сначала вот эту вот всю мишуру, которую я оставляла с того года. У меня что-то не хватало сил, ни времени. И я её оставила как есть. Убирали в коробку. И вот сейчас мне предстоит убрать сначала всю вот эту вот мишуру. Вот это вот, вот это вот всё. В этом году я планирую намотать другую, украсить другой красивой мишурой. Поэтому вот это вот всё мне надо обязательно сначала с неё убрать. Потом я буду наматывать гирлянду-расу и ещё метров 60 цветной красивой гирлянды. Но в этот раз я буду наматывать всё по-другому, не как в том году, потому что в том году я прям целиком-целиком-целиком всё это обматывала. В этот раз я буду снимать верхушку. Целиком я её сниму, вообще уберу. Вот так вот, да? Сниму вторую часть, вот эту с ёлки. И потом уже буду наматывать, наверное, сначала самый низ, потом середину и макушку. Тем, что останется. Ёлка у меня литая. Вот литые веточки такие. Надеюсь, видно. Внутри только ствол оформлен в ПВХ, но он весь заснеженный. Пока не удаётся купить зелёную, поэтому у нас будет опять вот эта вот голубая ёлочка. Рекомендовать её не буду, потому что её сейчас уже нет в продаже. Это царь-ёлка, по-моему. Но я не видела их уже больше в продаже. Мы в Аби её покупали в 2015 году. Но, опять же, срок годности у таких ёлочек только 7 лет. У нас она будет уже стоять 9 год. И у неё, к сожалению, уже веточки начали оп-оп, не держат. Они вот здесь вот у основания начали уже прогибаться. И какой бы вы ни повесили, а у нас тяжёлые игрушки, то ветки вот прогибаются. У меня есть интересная идея попытаться их крест-накрест перемотать как-то у основания, да, вот здесь. Может быть, тогда они, потому что сами-то провода крепкие достаточно, вот это вот, да, основание. А именно в этом месте они прогибаются. Вот она прям провисает. Вот оп, нажмёшь, и она прям вот падает. Такой нюанс. Но пока не получается приобрести новую ёлочку. Тем более хочется литую, да, такую, чтобы она держала действительно красиво, качественно. И не прогибалась вообще под тяжёлыми игрушками. Поэтому что получается, то и получается. Так что пора начинать процесс уже намотки вот этой вот интересной большой красивой росы. Очень сначала думали, что, наверное, не будем. Потом я всё-таки сказала, ну, слушай, ну, 100 метров надо намотать. 100 метров это не 400, не 500, как мотают другие любители, ценители новогоднего волшебства. Вот, это мои герои все абсолютно, кто мотает столько метров на ёлке. Это смотрится безумно красиво, но у меня столько нету ни времени, ни энергии, конечно же, наверное, усилий на намотку. Вот поэтому будем пытаться всё-таки нарядить в этом году нашу старую ёлочку. Она красивая, но вот всё, вот этот вот нюанс уже всё. Конечно же, ничего не сделать, наверное, с этим. Не знаю, как реанимировать, не знаю пока. По идее, может быть, можно вообще вот так вот. Но это, представляете, с каждой отдельно. Если вот так вот ещё сюда закрепить, да, какую-нибудь проволоку, это, ну, долго времени придётся уделять каждой веточке, конечно же. А если учесть то, что они не вытаскиваются, а они просто раскладываются, да, потому что у нас ёлочка с механизмом раскладывания, они автоматом так оп и опускаются. Только вот эту вот надо немножко в макушку, конечно, вот здесь вот выгибать, выгибные элементы. А здесь внутри система уже... Ой, сейчас покажу, покажу, покажу. Вот здесь внутри система, которая уже просто ветки, вот они поднимаются и опускаются. Такая система. Ну, уже хочется мне, конечно же, не заснеженную, я хочу обычную зелёную. Ну, может, получится потом когда-нибудь будет и заснеженная, не заснеженная, обычная зелёная, конечно же. Это голубая, красивая, 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 на мой взгляд. Ну, вот я её всю вот этой мишурой облепила. Так что постепенно начну выставлять видео по оформлению вот этой ёлочки. А там посмотрим, что получится, то и будет, как говорится. А сейчас пока всю эту мишуру буду убирать. Красивая, такая цветная вся. Сейчас резкость у меня уходит. Красивая, цветная, да, блестючка. Ну, хочется что-то немножечко более уже такого интересного эффекта. А там посмотрим, что получится. Всё. Вот такое видео записала. На улице солнце, солнце, солнце. Прелесть какая, там солнышко, там солнышко. Класс. Красота. И вам прекрасного ноября и подготовки к Новому году. Пам-пам-пам-пам, папа-рам, пам-пам.